В общем, всем здрасте, спасибо большое, что пришли. Для тех, кто не знает, или для тех, кто будет смотреть стрим в записи, меня зовут Руслан, сценический псевдоним Гротеск. Пишу музыку с 2006 года, уже 11 лет, и играю, диджей. Зачем я вообще стрим запустил? Ну, мне с тех пор, как я опубликовал пост о скорой музыкальной помощи, о том, что я готов на безвозмездной основе помогать начинающим музыкантам, советами и всем остальным, мне написало очень много, очень много людей, порядка там 100-120. Я решил запустить стрим, чтобы здесь все вопросы, так сказать, убить на корню, все рассказать, показать, покажу свои треки, новые и не новые, в проектах покопаемся. Начнем, наверное, мы с ошибок начинающих музыкантов. Вот человек начал писать музыку и думает, дай-ка я вот буду выкладывать в интернет, вдруг кто-то заценит. Первая и самая главная ошибка, это есть такое выражение, как корабль назовешь, так он и поплывет. Вот, придумывают никнеймы, которые мало того, что произнести не удается, еще и прочитать как бы тяжело. Я считаю, никнейм должен быть максимально простым, максимально простым, удобо читаемым, удобо произносимым, потому что я сталкивался со всякими ребятами, которые там написали два трека, там создали себе страничку на промо-диджей, и там назвали себе как-то там регистрактив антивиолейшн какой-нибудь. Чего не скажешь обо мне, например, потому что я себе выбрал такое заковыристое слово, гротеск, которое мало того, что не все правильно произносят и пишут, его еще, точнее не его, а меня очень тяжело найти. Сейчас покажу на живом примере, как это выглядит. Поехали. Допустим, есть у меня один приятель хороший, Макс Рейлбит, пишем Рейлбит. Оп, Рейлбит, треки, Рейлбит и Пручковский, Рейлбит, Пручковский и Кейси, Диджей и Банана Стрит, тын-тын-тын-тын. Вот есть Леха МБНН. МБНН ВКонтакте, Саундклауд, туда-сюда, пятое-десятое. Есть очень крутой мужик Ваня Спелл. У него же страница на Википедии есть. Вот сразу, пожалуйста, Иван Спелл. Нашли. Ну, а хопс. Вот Саня, симпатичный такой. Офишал Пейдж, ВКонтакте, туда-сюда. И чтобы понимали, о чём я говорю. И как бы вы не хотели меня найти, вы меня просто не найдёте. Но единственное, что меня радует, что вместе с Grotesk часто ищут Grotesk DJ. А вот здесь уже, вот, пожалуйста, это я. Поэтому очень важно на старте определиться с никнеймом и с его правильностью. Но, опять же, я не призываю придумывать какие-то примитивные вещи. Потому что там диджей, не знаю, Коля Москов какой-нибудь. Или там Вася Петров. Таких диджеев целая куча. Там диджей Став какой-нибудь. Есть, ну, совпадение случайно. Я как бы таких людей не знаю, если кто-то это смотрит. И он диджей Став. Соболезную. Второй пункт. Заморачивание, так скажем, по мелочам. Чувак пишет музыку, написал один квадратик, вот просто восемь клеточек. И ему не понравился снейр. И он начинает перебирать неделями, месяцами, подыскивать подходящий звук. Будь то звук, неважно, снейра, баса, там, чего угодно. Копаться вот в мелочах, которые вот нафиг не нужны вообще. И как бы никто на них, возможно, даже внимания не обратит. Вот я уверен, никто из вас ни разу в жизни не качал трек только потому, что там уникальная лериная бочка. Или там чумачечий хлопок просто. И вот там такой хлопок вот в этом треке, и я его обязательно скачаю. Ни хрена. Нет, так не работает. Если бы от этого зависело, возьмут вас на армаду, там, Tool Room или Spinning, то да, конечно, стоит заморачиваться. Но из-за одного снейра, хай-хета там или какого-то звучка. Поэтому пишите, пока пишется. А когда уже трек будет закончен, потом уже можно в кишках копаться. Там, менять звуки и так далее и тому подобное. Пункт третий. Ошибка третья. У тебя может быть целая куча треков, там, несколько альбомов. Ты прям вообще такой весь музыкант до мозга костей. Но ты для себя в голове делаешь вывод такой, что ты не можешь, допустим, вот я, допустим, думал, что я не могу попасть в Европу на какой-то большой лейбл, потому что у меня, ну, нет подходящего материала. То, что у тебя сейчас есть, это твоя база. Если ты это когда-то куда-то выложил, значит, как минимум когда-то ты считал, что эти треки конкурентоспособны, это вообще музыка, в принципе. Поэтому я настоятельно советую не ставить себе в голове заборы по поводу того, что там, вот, вдруг у меня там музыка плохая, то и всё. На вашу музыку всегда найдётся слушатель. Всегда. Даже если вы бестолочь вообще глухая на два уха, всё равно найдётся. Вот ещё пункт такой есть. Люди пишут музыку, очень много музыки. Вот у них там 35 альбомов ВКонтакте, там 42 альбома на Саундклауде, там 300 релизов на битпорте. Нет видео. Вот люди просто не записывают видео. Почему? Потому что считают, что вот музыка моя, там, я вот, я же музыкант, я же не видеомейкер, а вот нихрена. Люди, все, не только бабы, люди, любят глазами. Поэтому видео, это очень важно. Поэтому лучше потратьте там 10-15 тысяч рублей, сделайте себе клип какой-нибудь, хоть какой-нибудь. Потому что клипы имеют намного большую вирусность, чем музыка. Как бы это прискрупно не звучало, для музыкантов, по крайней мере. Дальше. Не слушайте идиотов. Никогда. Есть такие люди, которые говорят, и я таким идиотом тоже раньше был, которые говорят, что вот коммерция говно, а андеграунд, извиняюсь за выражение, да что извиняться, заебись. Такие люди, кто так говорят, они идиоты. Почему? Потому что коммерция это априори хорошо, потому что ты можешь, конечно, топить за идею, писать правильное техно, выпускаться на больших лейблах. Но, тем не менее, сидеть где-нибудь, не знаю, в Благовещенске, без денег, и вот ты сидишь весь такой крутой музыкант. Есть еще один сорт таких идиотов, которые говорят, мониторы там за 200 тысяч какие-нибудь, не знаю, дженилек, это ништяк, вот они выдают крутой звук, на них вот можно писать прям хиты. А вот КРК говно, соболезную таким людям, потому что первый трек, из-за которого, так скажем, я поехал на гастроли, это был ремикс на Дэнни Дарка и Джимми Бейли, стендап. Кто меня давно слушает, тот знает. Он был написан в капельках, это наушники такие, за 300 рублей с китайского рынка. Он играет там минус 12 РМС, он безумно говенно сведен, но, тем не менее, это музыка. И она нашла, опять же, возвращаясь к предыдущему пункту, она нашла своего слушателя. И я поехал в гастроли по Китаю, точнее в Шанхай. Играл в безумно больших там фешенебельных клубах и все остальное. Казалось бы, вот у меня не было мониторов, у меня не было каких-то там технических примочек целой кучи, у меня не было там 350 аналоговых синтезаторов. Я писал на фрукелупсе, практически на стандартных, используя, как все на начальном этапе, Nexus и прочее, прочее, прочее. Стандартные сэмплы Vengeance, дефолтные паки абсолютно. И тем не менее, получилось, тем не менее, вышел трек, тем не менее, неплохой. Сейчас у него там уже под полмиллиона прослушиваний на SoundCloud. И до сих пор его, вот я захожу в уведомления на SoundCloud, его постоянно репостят, там что-то комментят. Найс, вау, ура, нашел там, как купить туда-сюда. С этим ремиксом, кстати, я конкурс ремиксов выиграл. Это был, по-моему, уже девятый конкурс ремиксов, который я выиграл. Я очень много выиграл конкурсов ремиксов. Поэтому, ребята, я в этом шарю. В первую очередь, если ты пишешь музло, ты должен делать качество. Неважно, какими путями, неважно, какие у тебя мониторы, неважно, какой у тебя комп, там, Mac или не Mac. Неважно, в каком секвенсоре ты пишешь, там, Ableton, он же Ableton, ну, Cubase, там, у тебя Reaper, все что угодно. Там еще Bitwig'и всякие, там, Reason'ы. Абсолютно плевать. Ты должен делать качество и преследовать две задачи. Первое, чтобы твой трек был потенциальным хитом. И вторая задача, чтобы твоим слушателям просто не разорвало уши. Ну, то есть, не надо там пережимать, не надо какие-то там резкие звуки, которые там прям в башку вырубают. Ну, есть такие треки, в основном, от неопытных музыкантов, но попадаются иногда. Вот. Про хиты. Когда человек пишет музыку, он хочет быть услышанным. И когда конкретно ты пишешь музыку, ты должен для себя целью ставить написать хит. Большая ошибка, когда человек пишет музло и пишет его просто так, чтобы, вот, чтобы выложить. Как бы не буду лукавить, но у меня тоже такая ситуация была. Несколько раз я писал треки только, только потому, ну, допустим, там сижу, у меня нет вдохновения, потому что, ну, без вдохновения бесполезно вообще что-то делать. Вот нет у меня вдохновения, и я начинаю собирать какую-то хрень дикую, ровно потому, что я давно не выкладывал треки. И как бы, ну, уже надо. Допустим, там, ну, стабильно, там, я раз в два, в два с половиной месяца хотя бы надо выкладывать какой-то трек. И я так делал, я писал, потому что надо, но это очень большая ошибка, и, как правило, такие треки не стреляют вообще никак. То есть вы профита с этого никакого не получите. Соответственно, вы потратите нервы, время, силы, там, идей и всё остальное, электричество, в конце концов, но ничего хорошего из этого не выйдет. Если ты разбираешься в саунде, если ты можешь накрутить нормальный саунд, там, если ты умеешь сверять свой трек с референсами, самый мой правильный совет, сверяйте свои треки с референсами, то есть берёте трек, который близок вам по звучанию, и как вы хотите, чтобы звучал ваш трек, закидывайте его, там, свой секвенсор, на какую-то отдельную аудиодорожку, мутируйте его, и периодически в процессе написания вы сравниваете, насколько громко звучит там, допустим, хлопок, насколько громко звучит хай-хэт, и как бас там с бочкой играют, и всё остальное, общая громкость, панорамирование, ну, там, всё-таки куча аспектов. Референсы на наши всё, в общем. Так вот, и плевать, какие мониторы, если ты обладаешь хоть каким-то слухом, хотя бы чуть-чуть, можно написать даже на капельках за 350 рублей. Это то же самое, что, допустим, у одного мужика, там, какая-нибудь BMW, у другого девятка. Конечно, BMW круче там и салон, и внешний вид, и всё остальное, как бы, и все видят, о, BMW круто. Но, по сути, если зрить в корень, то у них одна и та же функция, это машины, они нужны, чтобы ехать, всё. Всё. Так же и мониторы, они нужны, чтобы давать звук. По крайней мере, на первоначальном этапе. Теперь про проекты. Есть музыканты, которые пишут в одиночку, есть музыканты, которые пишут там вдвоём, втроём, в пятером, в десятером, неважно. Я два раза в своей жизни состоял в проекте, не буду говорить в каком, потому что не хочу. Не хочу. В проектах нет демократии. Не бывает такого. Как правило, проекты либо распадаются, либо внутри проекта люди как-то, ну, не очень хорошо с собой, друг с другом контактируют. Не всегда, но, как правило. Каждый преследует свои интересы, ну, друг другу начинают мешать на определённом этапе. Ну, лично я считаю, я никого не призываю ни в коем случае, но это лично моё мнение, что двигаться удобнее, быстрее и проще в одиночку. Деньги. Вот опять же вернёмся к теме с мониторами. Вот мне пишут чуваки, допустим, после этого поста, там, вот я начал, а, хочу начать писать музыку, купил себе там Mac за, вообще там, за 100 копейками тысяч, и хочу купить мониторы. Вот какие купить? Вот есть такие вот за 200 тысяч, есть такие вот там за 300 тысяч, есть такие вот там за 70 тысяч. Какие купить? Я говорю, а ты вообще, ну, как бы когда-нибудь музыкой занимался? Нет. А ты играть на чём-нибудь умеешь? Нет. Так, блядь, зачем тебе мониторы, если ты даже не знаешь, зачем они тебе нужны? То есть, как бы, применять их на полную ты всё равно не сможешь. От того, что у тебя будут крутые мониторы, ты лучше писать не станешь. Вот чем тратить там, допустим, вот даже, ладно, 50 тысяч на мониторы, потрать ты там 15 косарей, пойди в музыкальную школу любую, пройди там курсы, не знаю, фортепиано, хотя бы одной рукой научись играть, там, клацать какие-то аккорды банальные, не знаю, или там на гитаре, там, на чём угодно. Возьми и научись, чтобы у тебя хотя бы какая-то база была. Это намного, ну, намного выгоднее вложение, чем какие-то мониторы покупать. Вот эти медишки покупают, эти вот, которые 61 клавиша, гигантские такие рояли, или там какие-нибудь акаи, вот эти вот гигантские там с пэдами, с крутилками, со всем остальным. Зачем? Если ты нихрена не умеешь играть, нахрена тебе такая медишка? Вообще, нахрена тебе медишка, если ты играть не умеешь? Сначала вот научишься играть, а потом уже там медишки покупай и всё остальное. Лучше не знаю, там, конечно, ну, круто было бы, если бы там ты со старта прям научился там пользоваться аналоговыми синтами и всем остальным. Но если ты банально не знаешь, как сделать медиклип, не знаю, в облетоне, например, зачем? Поэтому, ну, бабки, дело такое. Последнее, это даже не ошибка, такое явление странное. Люди начинают писать музыку, но не могут сказать, зачем. Ну, точнее, могут сказать, как правило, говорят там, хочу, я хочу там, вот я хочу просто научиться писать. Вот просто хочу и всё, вот это желание моё. Но, если ты хочешь заниматься музыкой профессионально, если ты просто хочешь писать там, как бы разговоров нет, ты сидишь, садись там на ютубе, смотри, пиши, там, что хочешь делать. Если ты хочешь заниматься этим профессионально, на начальном этапе ты должен, во-первых, оценить риски свои, то есть чем ты готов пожертвовать, что будет, если ты сейчас потратишь время и нихрена не добьешься, на что ты будешь жить, пока ты будешь учиться, потому что как бы с места в карьер, ну, редко так бывает. Нужно очень хорошо подумать, вот прям сесть вот так вот на диван вот так и прям подумать, потому что момент очень важный. К чему вы будете идти вообще? Какая-то цель должна быть в любом случае, даже если ты просто пишешь музыку, у тебя должна быть какая-то цель, потому что двигаться бесцельно это то же самое, что не двигаться. И вообще в процессе вот этих достижений цели у тебя будет мотивация двигаться дальше, но это уже психология, это другая тема. И вообще ты должен понимать, что ты хочешь, как бы в процессе, пока ты пишешь музло, когда ты уже более-менее какую-то известность приобретаешь, ты должен понимать, что ты хочешь. Ты хочешь, чтобы тебя там слушали, ты хочешь, чтобы, ну, какой-то популярности, или ты просто там пишешь музло для того, чтобы самому в наушниках слушать и говорить, это я написал, или там телок кадрить, я не знаю. Нужно понимать, как, зачем и почему. Это все нужно решать на начальном этапе, потому что, как бы, главное ввязаться, а потом разберемся, так не работает. Хотя, ну, есть исключения, у меня, допустим, однажды так прокатило, но... Нужна цель. Какой-то мой косяк, так сказать, что я не знаю ни одной школы, которая, ну, прямо учит, вот прям учит. Вот чувак пришел там, заплатил целую кучу бабла там, цены там доходят до полтинника вообще там за 8-9 занятий. Вот он пришел бестолочью и вышел все, он прямо крутой, Оливер Калецкий прямо пишет очень крутое музло, такого не бывает. Я просто, ну, мельком пробежался там по программам в разных школах, не буду, как бы, говорить название ни к чему. Но, тем не менее, пробежался вот по названиям тем, 40% того, что дают, ну, мягко говоря, нахрен не надо вообще. Вот, допустим, в двух или в трех, по-моему, школах и там онлайн, ну, туда же я причисляю онлайн-курс, вот эти вебинары, там, серии, там, записи и все остальное. Первыми темами, в двух или в трех, по-моему, даже, тема варпинг в Ableton Live. Вот скажите мне, пожалуйста, вот кому-нибудь хоть раз в жизни понадобился варпинг? Ну, если вы, конечно, не играете лайвом и вы не пишете какой-нибудь там драм-н-бэйс, например, или какое-то что-то ломанное, там, брейкс, электронику, неважно. Он нахрен не нужен, Ableton все делает сам за тебя. То есть, ты закидываешь любой луп, любой скорости, если, ну, как бы, под хаос, соответственно, под прямую бочку, я сейчас про хаос-музику говорю. Ты закидываешь лупы, он играет абсолютно, как сказать, правильно, ровно, и ничего ровнять, как правило, не надо. И, соответственно, вот эта тема варпинга, вот эти два часа занятия, можно потратить на что-то другое, более полезное музыканту, допустим. Музыканту варпинг нахер не нужен вообще. Вот я пишу музыку уже 11 лет, мне варпинг понадобился ровно два раза. Но ради двух раз за 11 лет, чем платить, там, какие-то бабки за занятие двухчасовое, чтобы вот эту хрень мне объясняли, я лучше в ютубе найду. Камон, видосов по варпингу целая куча, там, можете, там, задать в поиске по ютубу, там, как записать микс в Ableton Live, как, там, отстроить Акапеллу в Ableton Live, как, там, просто варпинг в Ableton Live, в конце концов. Да и в любом другом секвенсоре аналогичная хрень. Нафрутилопись, по-моему, там, Edison, Cubase, я не помню уже. Но что-то, что-то тоже есть для варпинга, по-моему, Warp Tool так и называется. Вот, это в любом секвенсоре стандартная абсолютно функция, и в основном варпинг производится автоматически, то есть ты закидываешь лук, и он сам у тебя встает под нужную скорость. Там, другое дело, ты вот только, там, достроишь, подстроишь и все остальное. Как бы это не нужная абсолютно хрень. Я во время своей гастрольной деятельности очень много людей встречаю, которые пишут очень крутое музло, но они сидят в своем городе, как бы нигде не выпускаются и все такое. Это очень грустно, когда человек старается, когда человек хочет чему-то, ну, чего-то достичь вот в этой области, но ему просто не дают прохода. Потому что на раннем этапе у меня было точно так же. Я сидел в чите, ну, я в посте про это писал, но на всякий случай еще раз расскажу вкратце. Я сидел в чите и писал в узло, всякое разное. Мне нужно было от кого-то получить какой-то совет, и я писал всяким разным музыкантам, там, крутым, не крутым. Мне, как правило, либо не отвечали, либо отвечали так, типа, ну, норм. Но когда ты пишешь плохо, и тебе говорят, что твой трек норм, так, ну, не должно быть. Человек начинает реально думать, что он написал норм, хотя на самом деле это вообще дерьмо полное. И, как бы, чтобы не опозориться, лишний раз не надо слушать идиотов. Ну, я не говорю, что, как бы, эти люди идиоты. Возможно, у них нет времени, возможно, там плохое настроение. Факторов целая куча, как бы, надо это тоже учитывать. Мне тоже постоянно скидывают какие-то демки, какие-то, ну, ВКонтакте в основном. Все, что приходит на почту, я специально, у меня есть, там, специальный день в неделю, я по четвергам обычно отслушиваю все демки, которые приходят на лейбловую почту, на мою личную почту. Но, понятное дело, что я весь день демки не слушаю, там, мне на это хватает, там, два часа буквально. Но, тем не менее, у меня есть, вот, определенное время. А когда скидывают ВКонтакте, то, опять же, бывает плохое настроение, бывает какая-то занятость, бывает, ты просто не хочешь вообще ни хрена слушать, как бы, и надо это учитывать, что, как бы, все мы люди, все мы человеки. У всех есть своя жизнь, как бы, и, ну, никто не обязан тебя прям слушать и тебе какие-то вот такие вот рецензии огромные писать. Вот, это очень-очень важно понимать. Что делать в такой ситуации? Бери референсы и начинай сверять свое звучание с референсами. Натаскивай себя в аранжировке, натаскивай себя, там, в каком-то сведении. Видеоматериалов на Ютубе целая куча. Я лично учился, грубо говоря, по Ютубу и по всяким форумам музыкальным. Но другое дело, что это занимает очень много времени. То есть, я каждый день, я узнаю что-то новое. Хочу этого или нет. Не важно, методом тыка, какой-то рандомный видос на Ютубе, там еще какая-то хрень. Оно того стоит. Если ты пишешь трек и не узнаешь из него ничего нового, значит, ты что-то делаешь не так. Потому что должен прослеживаться прогресс, хоть какой-то прогресс, хоть в чем-то прогресс. Какой-то ты новый инструмент для себя открыл, какие-то новые сэмплы скачал или еще что-то. Кстати, про сэмплы тоже очень часто задают один и тот же вопрос. Про классификацию сэмплов и вообще, как их сортировать, как их подбирать. Лет 6, наверное, назад у меня была целая куча библиотек всяких разных. Там Vengeance, Loopmasters, не Loopmasters, там целая куча. Допустим, мне нужно было найти бочку, и я вот начинал трек с того, что я вот открываю папку, значит, и начинаю там каждую бочку, вот эти вот 49 папок слушать. И потом, когда ты уже там на 240 какой-нибудь бочки, ты уже думаешь, да нахер оно мне надо, бля, и все, и как бы забиваешь. Уже нет никакого желания писать, никакого вдохновения, у тебя в башке просто бочки щелкают. Чтобы этого избежать, нужно, опять же, выделить, допустим, день или там несколько часов в день. Берешь все свои сэмплы, вот прямо открываешь папку, где у тебя все сэмплы лежат, начинаешь прослушивать каждый. Вот просто сидишь, бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум, щелкаешь. И те, которые тебе нравятся, те, которые ты бы потенциально мог использовать, ты их оставляешь. Таким образом, в папке с двумя сотнями бочек у тебя останется штук 10. Создаешь папочку KIK, например, прямо на рабочем столе, туда скидываешь эти 10 бочек. И так с каждым пакетом сэмплов. И с каждым новым пакетом сэмплов. Ты скачешь пакет сэмплов, не просто его закидываешь куда-нибудь, где у тебя сэмплы лежат, а из каждого выбираешь потихонечку и скидываешь. Так же с хай-хэтами и со всем остальным. Вещь очень муторная, сразу предупреждаю, это занимает довольно-таки много времени и сил. После этого ужасно болит башка. Но зато потом, в будущем, ты будешь знать, что ты откроешь папку, и эту бочку найдешь там меньше, чем за минуту. Это значительно облегчает процесс написания именно, значительно облегчает выработку своего какого-то стиля, своего почерка. Потому что почерк для музыканта очень важен. Если, конечно, вы не госпродюсер, потому что это палево-галимое. Поэтому вот так вот. Какие сэмплы могу посоветовать? Хорошие. Фирма не имеет значения. Если ты качаешь сэмплы, и они звучат хорошо, то это круто. Не можешь их использовать. Ты скачал какой-то синтезатор, поставил его, ты потыкал там тресеты какие-то. Если тебе нравятся там некоторые из них, ты его оставляешь. Если не нравится, то сразу же удаляешь. То есть не надо захламлять. Я очень много раз видел там у всяких разных там музыкантов, и опытных, и неопытных. Открываешь браузер инструментов, и там вот четыре страницы, просто там всякая хрень вообще там. Nexus 1, Nexus 2, Nexus 2, там другой версии там. Контакт 5, контакт 6, реактор 5, реактор 6. На-ху-за-чем? Это не надо делать. Как бы ты 90% из этих плагинов ты просто не используешь. Они тебе нафиг не нужны. На хрена ты место себе на жестком диске занимаешь? Оно того стоит. Вот именно сесть и селекцию тут вот провести, инвентаризацию, так сказать, с сэмплами, с плагинами и со всем остальным. Еще кто-то спрашивал про секвенсоры, про переход с одного секвенсора на другой, и вообще выборе секвенсора для написания. Секвенсор, он же Доу, вот Аблетон, который я показывал, например. Есть всякие Фрутилупсы, Кубейс и все остальное. Я 7 лет писал во Фрутилупсе, потом перешел в Эйблтон. Я привык к Аблетону, и я не могу обратно вернуться на Фрутилупс, потому что мне там будет неудобно. В каждом секвенсоре есть какая-то определенная особенность. В Риппере там вообще такой странный немного секвенсор. Ну, для начинающего точно тяжеловато будет, но в нем очень большой плюс, во-первых, что он бесплатный. Во-вторых, что он очень мало жрет ресурсов компа. Есть Эйблтон, несмотря на то, что все просто, у него возможностей целая куча. Как, в принципе, и у Фрутилупса. Фрутилупс, чем хорош, что он удобен. Удобен в том плане, что есть степ-секвенсор. То есть тебе не надо на каждую меди-дорожку, и вообще нет, в принципе, меди-дорожек и аудио-дорожек. У тебя есть просто дорожка. Вообще пофиг, что ты туда повесишь. Намного удобнее микшер, да и внешний вид, мне намного больше Фрутилупса нравится, чем у Аблетона. Потому что тут эта серая хрень уже в глазах репет вообще очень сильно, и сетка. Но в Фрутилупсе, допустим, что неудобного? Автоматизация. Когда создаешь дорожку автоматизации, она кидается, как правило, вниз в самые-самые низ плейлиста на твоего проекта. И это не совсем удобно, потому что когда тебе надо найти нужную, ты сидишь вот так вот чуть ли не с лупой, и мотаешь колесиком, ищешь откуда эта автоматизация и вообще что она делает. Вот, тут именно организация рабочего пространства там не очень удобная. Какой секвенсор могу посоветовать? Ну, ясно, понятно, что буду советовать Аблетон. Ну, просто использование, очень просто научиться. Там все интуитивно понятно. Вот это окошко слева снизу, которое с подсказками, сейчас покажу. Вот это вот, его можно закрыть, как бы, и ты настраиваешь под себя, как тебе удобно. Вот, и также очень большой плюс, что на MacBook, допустим, вот у меня MacBook 13-дюймовый экран у него. И если вот сейчас у меня MacBook подключен к монитору, ну, к экрану, в смысле, к большому, и поэтому у меня все, ну, в более-менее большом масштабе. Но если без монитора, это выглядит, вот мой Аблетон выглядит примерно вот так вот. То есть ни хренища не видно. Ты открываешь настройки, зум-дисплей, как тебе надо, выстроил, раз-раз, и все, и сидишь. Потому что за ноутбуком, как правило, ты же все равно работаешь, ну, в упор к экрану, и тебе, в принципе, ну, неважно, большое оно или маленькое, если ты более-менее в секвенсоре хорошо ориентируешься. Поэтому очень удобная хреновина. В других секвенсорах я работал еще, по-моему, от компании Presonus Studio One. Удобная штука, какая-то, ну, помесь гибридная Эблтона с Кубейсом, но дико нестабильная. Постоянно вылетает, стоит повесить какой-нибудь жирный инструмент а-ля Амнисфера, и у тебя сразу же крашится проект, и там, по крайней мере, в ранних версиях, не знаю, как сейчас, нет бэкапа. Бэкап – это такая штука, что, допустим, ты пишешь трек на компе, и у тебя вырубает свет, а ты такой раз и не сохранился. И что делать? Хрен его знает. В Аблитоне есть такая функция. Ты открываешь Аблитон, и у тебя вылазит окошечко, что вот вы, уважаемый, работали, но у вас что-то произошло, короче, и вы не сохранились. Вы хотели бы открыть тот проект, над которым вы работали? Нажимаешь «Да», у тебя открывается то, что у тебя было перед крашем, грубо говоря. Во Фротилупсе это делается, по-моему, немножко посложнее. Там в каком-то каталоге надо рыться, и там вот прям папка бэкапа, по-моему, так. Я не знаю, как в 12-е, но я сидел на 9-е вообще. Там вот это было таким образом реализовано. Ну и как бы автосохранение тоже никто не отменял, там поставил самый минимальный промежуток, через который правильно сохраняться. Это очень важно, очень удобно, потому что бывают порой такие случаи, когда ты пишешь-пишешь, и не сохраняешься, как бы, и всё. И что-то идёт не так. И проект, получается, теряется. Либо теряется очень большая часть твоей работы. Поэтому я прям ногами и руками за облетон. Всем рекомендую. Очень удобный секвенсор. И вообще, как бы... Ну, единственное, вот сейчас выпустилась новая версия, по-моему, 10-я. Там добавили ещё экспорт MP3. То есть, ну, с 9-го облетона, в котором я работаю, в нём нельзя экспортировать MP3, только WAF и AIF. Экспорт MP3 добавили гост-каналы. Это вот как во Фротилупсе. Кто в Фротилупсе работал, тут знает. Можно сделать так, чтобы когда ты одну меди-дорожку редактируешь, у тебя на фоне, вот прямо, ну, в пиано-роле в этом, на фоне было видно другие дорожки. То есть, ну, что на других дорожках, какая мелодика прописана. Это госканал, гос-чанал, так он называется, по-моему. Поэтому очень удобно стало. И вообще там всяких фишек-примочек целая куча, но я ещё не смотрел, я как только её крякнул, потому что покупать, что у меня за 50 тысяч желаний нет. И по плетон, сила, мощь, свек, стиль. Такие вот дела. Ну, пора уже закругляться, два часа уже вещаю. Во-первых, я хочу вас всех очень сильно поблагодарить. И мне очень приятно, что вы пришли, что вы меня выслушали, послушали, что задавали вопросы, участвовали в обсуждениях. Я очень надеюсь, что я смог что-то очень важное до вас донести, что-то интересное, что-то вы почерпнули. Будем ещё делать, значит? Я думаю. Но в следующий раз я уже подготовлюсь немножко посерьёзнее, потому что сегодня на большую половину, на 70% стрима это была чисто импровизация. И это намного тяжелее, чем я думал на самом деле. В общем, всем большое спасибо. Прям гигантское. Я вас всех очень люблю. Спасибо, что поддерживаете, спасибо, что смотрите. Папау. Увидимся.